Наша главная цель должна была быть, по которой мы до этого, главное, мы все договаривались, по главной цели найти ключи и поехать в квартиру, главное, за деньгами. От цели этой обвиняемые попытались добиться нетривиальным способом. Как удалось установить следователем, потерпевший владелец одного из рязанских кафе. Как раз под предлогом заказа еды трое его соотечественников и выманили его в отдаленный район города, на станцию Лесок. Там на мужчину и напали, избили черенком от топора. Как только я вышел, я увидел то, что лежит на спине, руководствовавшись, руками защищая себя, бьет его черенком по рукам, по животу, по лицу пытается бить его, а защищается. Как рассказали следователи, мужчину еще и обокрали. Забрали телефоны наручные часы, а от тела решили избавиться. После этого, с целью сокрытия преступления, старший из обвиняемых поместил тело потерявшего сознания потерпевшего в его автомобиль, облил бензином и поджег. Тело потерпевшего было обнаружено в тот же день. Преступление раскрыто по горячим следам. В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Задержали их сотрудники УГРО уже через несколько дней, при силовой поддержке бойцов СОБРа. Сейчас обвиняемые под стражей. Им предъявлено обвинение в разбойном нападении, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия. Самому старшему и строице предъявили также обвинение в убийстве соотечественника, совершенном с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления. Продолжение следует...